Федор Новиков, начальник управления электронного документа оборота ФНС. В 2011 году окончил Российский химико-технологический университет имени Менделеева. ФНС работает 11 лет, занимается методологией электронного документа оборота, внедрением технологических процессов и переводом их в электронный формат. В апреле 2020 назначена должность начальника управления электронного документа оборота. Какие документы ФНС переведет в электронный формат в этом году? Мы в рамках работы комиссии по разработке формата действительно выпустили план. Планом предусмотрена работа в текущем году по разработке и утверждению форматов УПД и УКД. Здесь мы вносим изменения, которые давно назрели. Кроме того, у нас довольно большой блок по транспортным документам, это изменения, связанные с законодательством по путевым местам договора о правдавании, так и та большая работа, которую мы совместно с Минтранспорт проводим в транспортной накладной. Сейчас проводится эксперимент, в результате у него, скорее всего, будут правки в этом формате тоже. Ну и есть ряд новых для нас форматов. Это авансовый отчет, отчет комиссионера отдельно попросили и коллеги выделить, хотя там понятно, что можно задействовать к цели использования ПД и УКД, но вот мне всегда это удобно. Есть блок, который пришел к нам из медицинской отрасли, это реестр услуг ПДМС, гарантийное письмо, прескурант услуг, список застрахованных, отчет о НЕКР, который тоже попал в список форматов, который будет разрабатываться в ближайшее время, и счет на оплату такой, казалось бы, не очень сложный, но постребованный документ. С какой даты можно будет использовать электронные форматы? Давайте прокомментируем сроки. Здесь, наверное, начнем с тех, где примерно понятно. Это действительно накладная, которую мы в прошлом году формат утвердили. С мая планируется начать промышленную эксплуатацию государственной информационной системы Минтранса, в рамках которой эта накладная и должна существовать. То есть она в рамках передачи между хозяйственными субъектами параллельно должна направляться в информационную систему Минтранса. Поэтому в мае действительно это полупромышленное решение, на самом деле, уже должно начать реализацию. Другие форматы, которые включены в наш план, у них есть ориентировочные сроки, в которые мы целимся, но сказать, что мы однозначно к этим, что это окончательные сроки, тяжело, поскольку в некоторых ситуациях у нас присутствуют иные органы власти, которые тоже заинтересованы и помогают нам в разработке. И, кроме того, любой из этих форматов мы планируем утверждать через меню с приказом, что, соответственно, кладут просто процедурные ограничения по тому, с какой скоростью коллеги рассмотрят, дадут ли замечания или нет и как утверждать. Станут ли электронные форматы обязательными? Мы не идем по пути обязательности. У нас задача насыть рынок форматами и сделать возможности их использования. Про обязательности, конечно, речи не идет. Вот некоторое время назад, а если я не ошибаюсь, в прошлом году, была информация о том, что транспортная накладная может стать обязательной, но на текущий момент говорить об этом преждевременно, поскольку она даже не видна в эксплуатации. Только после того, как будет опробовано, после того, как Минтранс убедится, что все работает корректно, в том числе и с проверками на дорогах, а мы понимаем, что большая территория нашей страны, она слабо устойчива к интернету, к наличию интернета, и на дорогах может просто отсутствовать соединение. И контрольному человеку, который проверяет, очень тяжело будет ознакомиться с документами, если он в электроне находится где-нибудь в централизованной системе. Поэтому только после ответа на этот вопрос можно говорить о какой-либо обязательности. По всем нашим форматам, которые мы разрабатываем в текущий момент, мы обязательность пока не планируем и работаем лишь над тем, чтобы было удобно. Может ли бизнес предложить свои форматы электронных документов? Давайте мы начнем с того, что у нас форматы, которые вошли в план. Часть из них будем готовить мы, как Федеральная налоговая служба, а часть мы предусмотрели возможность подготовить именно бизнесу, поскольку мы понимаем, что зачастую у нас может просто не хватить ресурсов, а бизнес заинтересован в разработке каких-то форматов. Вот конкретно, если смотреть план, у нас там отмечено отчет от НЕОКР, гарантийное письмо – это как раз те документы, которые нам будут помогать готовить бизнес, то есть они сами подготовят формат, а мы на себя возьмем их проверку и утверждение. Кроме того, согласно методике, по которой мы работаем с форматами, такая же возможность есть у любой компании, у которой просто есть на это ресурсы. То есть есть у них какой-то бизнес-процесс, в этом бизнес-процессе есть документ, который они хотели бы перевести в электронную форму. Для нас важно, чтобы этот документ был массовый, чтобы это была не частная история, а действительно, которую используют много хозяйственных объектов. И они готовят формат на основании нашей методики и наших ранее упущенных форматов, чтобы единобразие соблюдалось, и им нужно было меньше затрат на внедрение. Мы готовы рассмотреть такие форматы, и в случае, если они действительно соответствуют выше названным требованиям, начать работу по их утверждению. Учтет ли ФНС замечания компаний по разработке форматов основных документов? У нас уже есть практика работы с большим числом юридических лиц, которые составляют рабочую группу при Федеральной налоговой службе. И каждый формат обсуждается и с ними, и с ключевыми участниками рынка, такими как операторы директорного документа, оборота, 1С, какие-то площадки, которые могут мнение собирать бизнеса. Поэтому даже те форматы, которые мы делаем самостоятельно, все равно учитывают те желания, которые есть у бизнеса. Если у ваших читателей есть какое-то там желание поучаствовать в каком-либо формате, то может к нам обратиться либо через своего оператора электронного документа оборота, либо через какую-нибудь ассоциацию, которая занимается электронным документом оборота. Мы можем написать вам. Если организация начнет формировать первичку по утвержденным форматам, она сможет отказаться от бумаги. Можно ли будет на проверке предоставлять инспекторам только электронные документы? Форматы, которые мы утверждаем, они подпадают под 10.93 статьи, которые позволяют предоставить их в неизменном виде в налоговую службу в случае проведения контрольных мероприятий. И да, дублировать их на бумаге не нужно, а законодательство об электронной подписи и, соответственно, там, о бухгалтерском учете, например, если мы о первичном учетном документе говорим, прямо говоришь, что если документ в электронной форме составлен правильно, то есть он содержит в себе все необходимые атрибуты и подписан правильный вид в электронной подписи, то, соответственно, он равноднащен документу бумажного носителя, дублировать его не нужно. Есть у нас еще отдельные случаи, когда применение бумаги прямо предусмотрено законодательством, мы стараемся такие случаи находить и по возможности их исключать. Теперь яркий пример. У нас сейчас есть товарно-транспортная накладная, которая при перевозке алкоголя предусматривается в бумажном носителе. Вот в рамках текущего года мы думаем над тем, чтобы исключить такую необходимость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова